Другим темам. Владимир Путин посетил в Париже российский духовно-культурный центр. Глава государства побывал там в рамках своего визита во Францию после переговоров с Амунелем Макроном. Макроном комплекс был открыт примерно полгода назад и сразу стал одним из самых известных мест, связанных с нашей страной. Помимо курсов русского языка, там работают выставки и учебные классы для школьников. А величественный храм на берегу Сена уже называют символом дружбы двух народов. Из французской столицы Наталья Юрьева. Златоглавый собор Святой Троицы в центре Парижа на левом берегу Сены по соседству с Эйфелевой башней пользуется популярностью и у французов, и у русских эмигрантов, и у туристов. Каждый день сюда приходят до двух тысяч человек. В центре Владимира Путина встретили автор архитектурного проекта Жан-Мишель Вельмот, мэр Парижа Ан-Идальго и руководители столичного региона. Архитектор представил макет ансамбля всех зданий центра и рассказал, трудился, цитата, с большой личной любовью к России. И в своей работе старался максимально органично вписать новый комплекс современных построек в исторический облик Парижа. Мне кажется, удалось совместить очень сложные вещи, российскую традицию, требования к таким объектам в центре Парижа, с тем, чтобы этот объект был вписан в архитектурную среду и в то же время с содержанием таким достойным. Безусловно, и у нас есть масса идей, как продвигать здесь русскую культуру в сотрудничестве с центром. Также у нас установились очень тесные отношения с представителями храма. Надеюсь, колокола не будут, особенно трёх шек-парижинках, будет звать на молитву. Не в этом округе. Для строительства храма использовался знаменитый бургундский известняк, из которого возведены Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, аббатство Фонтене. Владимир Путин поставил свечу у храмовой иконы и передал в дар Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы. А епископ Корсунский Нестор, возглавляющий епархию Русской Православной Церкви в Западной Европе, рассказал президенту о дальнейших планах по преобразованию собора. У нас есть ощущение, что эта церковь существовала всегда. Российский лидер впервые посещает этот храм. Его визит должен был состояться ещё при бывшем президенте Оланде. Центр открылся в конце прошлого года. Однако экс-лидер Франции сначала пригласил Владимира Путина, затем публично стал сомневаться в целесообразности этого визита, а потом и вовсе предельно сократил программу. Наша сторона, отказавшись от сокращённого варианта, выразила готовность к диалогу в любое удобное для официального Парижа время, которое наступило уже только при новом президенте Пятой Республики. Помимо собора Святой Троицы, Российский духовно-культурный центр включает в себя выставочные залы, учебные классы, а также различные детские кружки. Здесь учат писать иконы и даже валянию, то есть изготовлению варенок. А в театральном кружке дети прочитали Владимиру Путину стихотворение, которое они выучили ко дню рождения Александра Пушкина. Там русский дух, там русский пахнет, и я там, и Моцепель. У моря видят дуб зелёный, под ним сидят, и кот учёный своими сказками говорили. Браво! Спасибо вам большое за ваше внимание к вопросам продвижения русского языка за рубежом. Спасибо большое. Ребята, спасибо вам большое. Удачи вам на будущем представлении. Преподаватели поделились с президентом своими планами. В сентябре откроют двери русская классическая гимназия, и они обещают сделать всё, чтобы это заведение стало одним из самых престижных в Париже. А в выставочном зале Российского духовно-культурного центра в витринах винтовки, каска, сапёрная лопатка, походный котелок. Историк Пьер Малиновский, который до сих пор ведёт раскопки в местах боевых действий Первой мировой, рассказал, всё это принадлежало солдатам Российской империи, погибшим, сражаясь во Франции и за неё. Это ещё один пример того, насколько тесно связаны наши две страны, которые на протяжении долгих лет были союзниками.